Сегодня поговорим о том, как голодание влияет на гормон роста. Почему это важно? С возрастом гормона роста в организме становится всё меньше и меньше, до такой степени, что к 60, 70, 80 годам гормона практически не остаётся. Проблема в том, что это влияет на белок, на кожу, она начинает выглядеть старой, начинают болеть суставы, теряется мышечная масса, выпадают волосы, но в остальном всё хорошо. Гормон роста помогает сохранять белки, которые помогают вам выглядеть молодо. Ещё он помогает сжигать жир, это ещё один из главных жиросжигающих гормонов. Также он помогает набирать мышечную массу, поэтому он и называется гормоном роста. Он сохраняет мышцы, предотвращает их потерю. Ещё он участвует в укреплении костей, чтобы кости были плотными и прочными, а также в построении коллагена, который связан со многими тканями, включая вашу кожу. Без него кожа быстро стареет. Пик гормона приходится на подростковый возраст. Потом с каждым годом он снижается. Всплески гормона роста происходят во сне. Он подавляется, когда вы едите, особенно углеводы. Его можно поднять высокоинтенсивными интервальными тренировками. Также гормон роста подавляется стрессом. Но серьёзный рост гормона роста можно вызвать голоданием. В описании будет ссылка на используемые исследования, которые выявили, что два дня голодания могут увеличить гормон роста в три раза. Три дня голодания — в четыре раза. А в одном отчёте говорится, что неделя голодания увеличивает гормон роста в 13,5 раз. Голодание поможет со всеми этими функциями гормона роста, особенно с сохранением мышечной массы. Некоторые думают, что если перестать есть, то мышечная масса будет теряться. Какое-то время этого не будет. Если вы умираете с голода и жир в теле закончился, то да, тело начнёт поедать свои мышцы. Но если есть жир, который можно использовать как топливо, то тело не будет использовать свой белок. Это механизм выживания, который существует с давних времён. Особенно когда, чтобы есть, нам надо было охотиться, и еда не лежала в магазине или холодильнике. Если бы наши тела не адаптировались к голоду, человечество бы давным-давно вымерло. Также гены и гормоны множеством разных способов сохраняют вашу мышечную массу, когда вы не едите. Когда вы едите слишком много или слишком часто, развивается инсулинорезистентность и диабет, и вот тогда вы начинаете терять мышцы. Но когда вы не едите, вас защищает множество вещей. Было выявлено, что короткое голодание в четыре раза лучше сохраняет мышцы, чем низкокалорийные диеты. Это поразительно. Я оставлю на это ссылку. Голодание тормозит расщепление белка. То, что называется катаболизм. Голодание также поддерживает мозг и нервную систему. Наверное, вы думаете, что нужно употребить какие-нибудь аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями или протеиновый шейк перед тренировкой или во время голодания. Не обязательно. Рекомендованное количество белка должно быть от 6 до 0,8 грамма на фунт вашего веса на приём пищи. Умножьте ваш вес в фунтах на 0,6 или 0,8 и получите количество белка в граммах, которое вам надо есть за приём пищи. На что именно умножать? Это зависит от размеров вашего тела. Насколько быстрый у вас метаболизм? Если вы молоды и у вас быстрый метаболизм, то умножайте на 0,8. Если вы не так молоды, или вы меньше, или у вас медленный метаболизм, то умножайте на 0,6. Если не уверены, просто умножайте на 0,7. Это даст примерное количество белка, которое вам нужно. Чтобы сохранить мышечную массу при голодании, не нужно постоянно употреблять большое количество белка. Вам нужно достаточно белка. И есть не так часто. Нужно заниматься голоданием, тренировками, особенно высокоинтенсивными интервальными. Нужно избегать углеводов. Лучше высыпаться и стараться максимально избегать стресса. На этом всё. Если хотите узнать больше про гормон роста, вот, посмотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова